есть у меня вот такая византийская монетка она сделана в виде чашечки такая с углублением такая мисочка чашечка изготовлена была в византии времен правления базилевса или императора алексей третьего ангела который правил с 1195 года по 1204 вот такой вот император родился он около 1153 года до даты смерти точно неизвестно вот был такой третий сын андроника дуке ангела брат император исаака второго по своей бабушке феодорий комнина и приходить проиходился внуком императору алексею первому комнину и поэтому присоединил к своему фамильному имени также и имя комнинов от своей жене ефросини дукена имел трех дочерей анну ирину евдокию узурпиров престол свернул и ослепил брата был лишен реальной власти крестоносцами в 1203 году и бежал из столицы а в 1205 попал в плен к маркизу бонифацию монферратскому и отдал ему свои императорские инсигнии которые маркиз отослал в константинополь несколько лет провел в заточении в замке монферрат в ломбардии пока в 1208 его за большие деньги не выкупил его двоюродный брат михаил первый ангел правитель эпиры похоронив в эпире умершую жену алексей третий летом 1210 года отправился в никонийский слутанат на поиски союзников среди турков сельджуков участвовал в сражении у антиохии против никийского императора феодора первого ласкаря на стороне турки попал в плен к никейцам в никеи алексей третий был ослеплен заточен в монастырь и акинфа вот там и умер в общем он принадлежал алексей третий ангел принадлежал богатому и влиятельному роду ангелов в 1183 вместе с братьями и отцом он участвовал в заговоре против андроника комнина а затем спасаясь от гнева императора долгое время скитался по палестине между и сми элитянами после того как младший брат алексей исаак против всякого ожидания сделался императором алексей приложил много сил стараясь отнять у него престол наконец в 1195 во время похода против болгар удача улыбнулась ему прибыв в кипсел исаак отправился на охоту в это время сообщники схватили алексей будто бы насильно принесли в царскую палатку и поразгласили императором к ним сразу же присоединилась все войско вся придворная челядь исаака и весь его совет узнав об этом исаак попытался бежать но был схвачен и ослеплен получив власть алексей по свидетельству ханята без всякого соображения и порядка начал раздавать деньги которыми исаак который исаак вез на войну когда все деньги вышли он стал дарить просителям поместья угодья разные общественные сборы и вот когда и этого не осталось то в ход пошли различные почетные должности при этом он поступал не так чтобы поднять того или другого из людей знатных или повысить их из ближайшую и соответствующую степень а без всякого возвышал сразу же на самую высшую и самую главную степень затем император распустил войско по домам не обращая никого внимания на грабительство болгар народ синклид и патриарх отнеслись к перевороту спокойно вот новый государь имел любезный и добродушный характер всякому был открыт к нему свободный доступ он никого не отталкивал не выкалывал больше глаз не отсекал руки ног и никого за это за время своего правления не обрек на смерть несмотря на эти достоинства он оказался правителем слабым и никуда не годным все думали что этот час после коронации и приведения дел в порядок император возьмется за оружие отправиться в поход и немедленно устранит не только все текущие затруднения но исправит ошибки своего брата однако все вышло наоборот как таки как бы достигнув уже вверх своих желаний и получив то к чему издавна направлялись его желания он придался полнейшей праздности бросив управление общественными делами он только и делал что рядился в золото выслушивал всякие доклады и удовлетворял просьбу своих прежних сообщников он беспощадно обоими руками сорил деньгами так что в короткий срок все они расселись по карманам людей как многих из которых император даже и не знал толком а между тем войны и мятежи потрясали и византию империю ромеев от недавно величия которой не остался следа не прошло и трех месяцев после воцарения алексея как пришла весть о появлении самозванца уже третьего по счету выдававший себя за императора алексея второго казненная андроником комнином он схватил множество городов захватил взволновал всю азию но был вскоре умышлен неизвестным убийцам фраки и македонии были страшно опустошены болгарами и половцами а турки теснили ромеев в азии и взяли дадивр вот западный император генрих 6 сын фридриха барбароссы потребовал алексея ежегодной дани а иначе грозил второжением в эпир и иллирию чтобы выплатить за требование им сумму алексей ограбил все гробницы прежних императоров но все это было решили легкие затруднения по сравнению с тем что пришлось потерпеть алексею в конце своего царствования в 1202 году его племянник тоже алексей сын неизложенного и ослепленного исаака сумел бежать из константинополя в венеции он попросил защиту у вождей четвертого крестового похода которые как раз собирались отплыть в египет крестоносцы сделали вид что их тронула судьба свергнутого исаака и летом 1203 года их корабли появились под стенами константинополя флот ромеев в годы правления ангелов пришел в полную упадок и к этому времени практически уже не существовал крестоносцы разбили цепь при городашью входа в бухту золотой рог и подвели свои корабли почти к самым городским укреплениям затем встретив от византийцев только незначительное сопротивление они высадились у космодемьянского монастыря и устроили здесь лагерь алексей третий едва ли не с первого дня осады затаил в душе мысли о бегстве и всецело поглощенные его вовсе не надевал вооружение и не показывался неприятелю но сложа руки сидел и смотрел что делалось его близкие саноники родственники из город с горю с горсточкой конницы небольшим отрядом пехоты появились однажды со стен чтобы показать что город еще не совсем пуст но этими ограничились лишь иногда происходили конные сшибки вот в середине июля крестоносцы сделали решительное нападение ненадолго владели частью стены и подожгли прилегающие к ней городские здания только тогда император надел доспехи и собрал вокруг себя небольшой отряд но едва выйдя за стены он тут же с позором отступил придав свои попытки сопротивления еще более надменности и держась дерзости неприятелю возвратившись в зорвец он начал тотчас же готовиться к побегу и этой же ночью тайно покинул столицу взяв с собой казну и дочь ирину на лодке он переправился в деверт и стал ждать какой оборот примут дальнейшие события после бегства алексей народ с крайним стеснительным положением вновь возвел на трон слепого исаака второго узнав об этом алексей бежал в андрианополь попытался собрать против брата войска но был изгнан вождем крестоносцев маркизом бонифацием монферратским тогда он укрылся в ларисе весной 1204 года крестоносцы взяли константинополь и после этого легко захватили большую часть европейских владения империи маркиз бонифаций женился на вдове исаака марии и был проразглашен владетелем фессалоники алексей явился к нему отрекся от императорского достоинства и поселился в алмире вскоре однако он был увлечен маркизом том что он пытался произвести возмущение против захватчиков и сослан монферран получив через несколько лет свободу алексей выдал свою дочь евдокию за владителя каринфа льва с гура некоторое время он жил при дочери но узнав что взять собирается его схватить бежал в эпир к двоюродному брату михаилу отсюда узнав что другое его взять феодор ласка провозгласил себя в неке императором ромеев он пробрался в азик турками встретил самый дружеский прием у султана заручившись его поддержкой алексей попробовал отобрать престол у феодора султан стал слать к ласкаре свои письма и требует чтобы тот передал власть тесте феодор отвечал отказом ход пошел тогда оружие сал султан с войском явился возле антиохии на минандре вот подвел к стенам тарана и стал делать приступы внезапно появился император и напал на создавших султан пал в жестоком бою а алексей оказался в плену своего зятя тот обошелся с ним очень мягко и снял знаки царской власти и приказал жить в монастыре якинфа здесь спустя несколько лет алексей и умер вот такая вот вот такой вот вот такая вот такое нечто вовшие крестоносцы очень многие особенно простые воины и рыцари были недовольны тем что вместо скорейшего освобождения гроба господня им приходилось воевать с христианами в угоду венецианцам часть пилигримов среди которых были несколько знатных сеньоров покинула войско еще до взятия задара раскол произошел и во время вторичного изменения направления похода на константинополь однако вождям или лучше сказать главарям бонифацию дан дал удалось привести константинополю большую часть крестоносцев вот и случилось то что и случилось на этом пожалуй все спасибо за внимание до свидания